То есть вы в свое время взорвали рынок форматом, объединив очень популярные две кухни, да, суши и пицца. И вы в какой-то момент были самые быстростущие рестораны сети Украины. Мы открылись, и люди были там дико возбуждены, удивлены. Им нравилось то, что они могут одновременно заказать и пиццу, и суши. Это мрамор, естественно. Это мрамор, естественно. Дорогие вещи красиво стареют. Первые мафии были вообще, ну, проще и скромнее. То есть глава еще не было. Когда мы говорим о смешанном формате, когда суши и пицца в одном месте, мы в стране все-таки одни из самых больших. Друзья, всем привет. Франш ТВ на связи. Тарас Середюк, Роман Кирилович. С Тарасом мы знакомы уже больше 12 лет. Мы занимались франшизой «Мафия» еще на рассвете ее остановления, когда она была одной из самых динамично растущих франшиз. И сегодня мы как бы запускаем новый проект. Хотели вам показать новый формат ресторанов «Мафия». Вот за такой железной дверью теперь нужно будет заходить, спускаться в подвал. Говорить пароль. Говорить пароль. И, может быть, вас там покормят. На самом деле, шутка, конечно. Мы сейчас отправимся в настоящий ресторан. А это Dark Kitchen. Это действительно новый формат. Это то, что можно будет открыть по франшизе «Мафия» уже в самом ближайшем будущем. Сегодня мы о всем этом расскажем. Но начнем мы все-таки действительно с классики жанра. И телепортируемся сейчас в другую часть города, в ресторан «Мафия» и «Кастер». То есть вы в свое время взорвали рынок форматом, объединив очень популярные две кухни – суши и пицца. И вы в какой-то момент были самые быстростущие рестораны сети Украины. Это был 2010 год, 2011 год. То есть вы вместе открывали несколько заведений. Это прям была очень крутая история. Мы с 2004-го на самом деле занимаемся ресторанами. Ну да. Но при этом до этого у нас был большой сетевой бизнес «Ритейл». Это был бизнес по продаже мобильных телефонов. Мобилочка, да? Мобилочка, да. Мобилочка. Если кто-то помнит, мобилочка, друзья, пишите в комментариях. Тарас возглавлялся. Собственником был, да? Я был совладельцем, партнером вашим, миноритарным. Но при этом я был директором по маркетингу и продажам. То есть я вот… И до этого вообще никаких ресторанов не было? До этого была франшиза «Потейта Хаус». Мы ее купили у Лёвской компании. У Зархина. У Зархина, да. И мы там неистово их строили. Первый, второй, третий. Калька. И только третий стал прибыльным. А первых два. Второй был вообще провальным. А первый был таким еле-еле работающим с какой-то ноли. Или в какой-то небольшой плюс. Но они на самом деле нас сильно закалили. То есть они показали, что бизнес все равно должен быть системным, структурным. Во-вторых, формат, который называется там «квик-кэжуал», он очень непрост. Потому что он, с одной стороны, не до сервис, как… Аликартов нет, да. Да. А с другой стороны, достаточно высокие косты, потому что основным продуктом были ребра. Ну, короче, патейта-хаус не состоялась. Она отработала какое-то время, будучи, ну, там, актуальной в Киеве и нормально работающей. Но в регионах ей было тяжело. И она, по-моему, полностью закончила существование. А потом появилась Якитория. Как франшиза очень мощная и дорогая. И если вспомнить, там, третий год, то Якитория каждый год открывала ресторан в Киеве. Через год они возвращали инвестиции. А мы, таким образом, ну, глядя на это, для себя решили, что мы хотим то же самое сделать в Харькове. И благодаря способности, ну, максимально качественно использовать технологию разделки от хвоста до носа. А также, знаешь, у Якитория, вот если выражаться там языком стратегического менеджмента, ну, маркетинга, да, то там что? На чем фокусировалась Якитория? Она фокусировалась и на костах, потому что это было, ну, после всех этих дорогих, там, Набу и прочих разных дорогих первых японских ресторанов. Ну, типа, Токио тогда был ресторан, еще там какой-то там. Набу – это проект Де Ниро и японского шефа. Это в мире. А в Украине это был олигархический такой формат, в котором средний чек был больше 100 долларов. Был Набу на Штаро-Ставеле. Он имел отношение к тому Набу, который… Ну, наши посмотрели и сделали. А, окей, наш. Наш украинский Набу. Ну, украинский Набу дал очень многих известных таких ресторанных деятелей. Ну, я имею в виду, что оттуда и целая плеяда директоров вышла, достаточно успешных ресторанных, и… ну, которые там потом возглавляют и до сих пор некоторые лакши-рестораны в этой стране. Вот. Но когда Якитория открылась, вот туда просто очередь выстроилась. И эта очередь стояла там несколько лет, и мы увидели операционное совершенство в том, что, ну, быстрее, чем ролл, ты ничего не приготовишь. И ролльщик, он один из самых эффективных вообще людей на кухне. Плюс мы в девятом году начали доставку собственную. То есть, Глова еще не было. Еще не было даже, наверное, как в компании. Когда наступил кризис девятого года, мы увидели, что в Киеве просто начали пачками закрываться какие-то там кофейни, там рестораны. Кто-то решил его не открывать, будучи готовым к открытию. И нам предложили одну из локаций, в котором было все, ну, в этом ресторане, в этом кафе. То есть, туда завезли салфетки, вилки и чашки купили, и они приняли решение не открываться, потому что их инвесторы, это один из развившихся в кризис девятого года банк, ну, прекратил финансирование. И вот они там пытались его продать сначала за 400 тысяч, потом за 300 нам. Но в конце концов мы договорились купить. И это такая была, я считаю, что правильная штука, потому что, ну, я не очень часто слышу про покупку ресторанов, когда кто-то у кого-то что-то покупает. Но тогда мы договорились, купили за 100 тысяч долларов это место. Причем там, ну, первых 50 заплатили сразу, во-вторых, долго отдавали, потому что, ну, он не сразу прям начал зарабатывать. Ну, на Абалоне открылся первый ресторан, и за неделю до открытия, вот мы уже все полностью приготовили. Вот я говорю, смотрите, мы же неплохо разбираемся в японской еде. Вы же помните, говорю я, что у нас есть 3 ресторана, мы знаем хитовое блюдо. Давайте мы возьмем из хитов японских лучшее блюдо, и сделаем раздел японский. Но не так, как обычно тогда было. То есть ты приходишь в хуторок, там, например, я не знаю, был тогда в хуторке суши, ну, а-ля хуторок. Да, где морщ и суши, как такая добка. Да-да-да, и они таким отдельное меню, а вот у нас, то есть там гречка, картошка, там, варенички. Можем позвонить, приедет ролльщик. Не, он стоял, он просто иногда гречку готовил, иногда суши готовил. И вот он там, хоп, доставал суши, они начинали готовить. Я говорю, нет, мы делаем 2 полноценных меню, 2 ресторана в одном, или мы тогда даже рестораном это не называли. Мафия, итальянская кухня, японская кухня, семейные ценности. Мы открылись, и люди были там дико возбуждены, удивлены. Им нравилось то, что они могут одновременно заказать и пиццу, и суши. И тогда, по сути, родилась категория. То есть случайно, из страха. Это 3 ресторана, чем интересен, тем, что это версия 2.0, потому что здесь принципиально меньше золота, то есть его практически нет, если вы видите. Это мрамор, естественно. Но первые мафии были вообще проще и скромнее. А мы заметили такую вещь. Я считаю, что это одна из находок, которую мы слегка поздно обнаружили. Дорогие вещи красиво стареют. И наоборот, вещи из веток и глины сделанные, они через 5 лет и морально, и психологически стареют. Зона театр, так архитектор наш это назвал. Театр? Да, почему театр? Потому что, ну, вот тут... Вешалка. Во-первых. А он, как известно, стянется с вешалки. И тут дровяная печь. И вот, собственно, когда ты заказываешь пиццу, то тебе в этой дровяной печи готовят. В нашем сегменте, когда пицца стоит до 200 гривен, ферментировать не было принято тесто, потому что это слишком длинный процесс. И там, ну, то, что мы делали до 2016 года, ты утром замешал муку с водой и с маслом, и после этого, там, в течение дня из этого теста делаешь пиццу. С 2006 года мы перешли на итальянскую муку и начали 48 часов ферментации. У нас есть предприятие, где делается шарик. Этот шарик находится 24 часа на фабрике. После этого они вот в таких вот лоточках. Разных размеров теста под разные виды пиццы. Есть вот такой размер. Есть микровая наша. А еще есть 42 сантиметра. Так, у вас же есть... Третий зал. Да, идем. Вот это место достаточно часто любят для дней рождения. Ну, вот там где-то найдет. Потому что бар рядом мы идем. Тут достаточно уютно. Плюс детская комната. Она небольшая. Вот. Она такая уютная достаточно. Ну, да, да, да. Прикольно. И закрытая полностью. Да, не мешает. Ну, и она совсем недалеко от того места, где могут сидеть родители. Вот. Но они не успокаивались, эти ребята. И у них было соседнее помещение. Ну, вообще, как появилась мафия? В подвале Экитори было 300 метров. Да, да, да. Там, да. И мы думали, что нам делать. Мы решили, что мы откроем итальянский ресторан. А здесь было наоборот. Здесь было лишнее вот это вот место. И вы открыли касту. Немножко добавили динамики. И застрахованы, да. Кто застрахован? Я? Гости, получается, да. Гости? А были случаи, да? Выплаты страховки. Слушай, ну, шутки шутками. Недавно нам пришлось менять стекло в одном из наших ресторанов. Оно стоит 60 тысяч гривен. Это огромное стекло, которое просто там треснуло, я не знаю, из-за перепада температур. Просто принял решение, что мы теперь большие стекла должны все застраховать, потому что страховка в год такого риска стоит 7 тысяч гривен. Вероятность того, что, ну, какое-то стекло там за три года разобьется, достаточно высоко. Все равно выгодно. Да. Мафия у меня ассоциирует, знаешь, чем? Я когда приехал в Харьков, это, по-моему, даже был мой первый визит в Харьков. Мы тогда начинали только проект. Мы поехали сначала к вам в офис, а потом поехали вечером куда, естественно. Поехали в караоке. И для меня вот мафия вот с тех пор неразрывно связана. Караоке там внизу, она сейчас не работает, потому что день. Да. Но это до сих пор актуально, ребят, блин, прошло 12 лет. Ты знаешь, смотри, это не только актуально, это набрало сильную актуальность как раз во время пандемии, потому что знаешь, что происходит? Очень много оффлайна. Ну, ты можешь еду оффлайн заказать, ты можешь все, что хочешь, там, фильм смотреть. Онлайн-то, международно. Онлайн-то, да. Очень много, да. Да, но интертеймент, ну, вот развлечения массовые, ну, сильно ограничены, а небольшой, там, попеть, послушать, сделать это в десятером или 20 человек или 15. И знаешь, украинцы, вы наш, любят спеваты. Ну, то есть любая украинская, там, посиделка, она должна была заканчиваться песнями. Поэтому это естественное продолжение хорошего вечера. Когда ты говоришь, что у тебя профессиональные караоке, люди говорят, в смысле, что это? Вы говоришь, ну, смотри, у нас микрофон стоит, там, 1500 долларов, он Sennheiser, да? У нас, там, звук, там, Bose или, там, какой-нибудь JBL, там, профессиональные усилители. Плюс наличие звукорежиссера и бэк-вокалиста дают возможность человеку почувствовать себя артистом. А что, какая пропорция заработка в ресторане, вот, полного формата кухня, доставка, караоке? Примерно, сейчас, в 20-м году, в 21-м, точнее. Смотрите, там, где есть караоке, это, как правило, 15, где-то 10% выручки, но это очень маржинальная штука. Ну, да, 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 собственно, только зарплата человека, там, с коммуналкой. Плюс инвестиции, понятно, надо обновлять эту всю технику. Но самое главное, что в этом формате мало профессионалов, ну, не столько, сколько в производстве суш разных и пицц. Потому что нужна арт-команда. А, тяжело искать. Искать, и удерживать, и держать формат. Давай поговорим о франшизе. То есть у вас, вы довольно долго уже экспериментируете, точнее, не экспериментируете, вы занимаетесь франшизой. Кто эти люди, которые покупали раньше рестораны, ну, и кому сейчас актуально полноценный формат? Потому что я скажу, что мы очень скоро поедем в новый формат, с которым мафия выходит на рынок франчайзинга, это Dark Kitchen. Но это все равно еще остается актуальным. Кто сейчас покупает их? Чем они отличаются от людей из начала десятых? Четким определением, что такое формат мафии, можно сказать, у нас франшиза с самым высоким средним чеком. Ну, то есть у нас полушальный взнос когда-то стоил там... 100 тысяч, я помню. Да, это потому что мы не хотели просто продавать много. Вот мы для себя принципиально решили, что мы не будем так расти быстро, там, как какие-то другие франшизы. Мы понимали, что мы должны будем все это контролировать, мы для себя так решили и сопровождать. Для нас было принципиально важно сделать не так, как было с нами, ну, в первом и во втором случае, когда мы покупали франшизу. И поэтому этот ценник определил то, что такая франшиза покупалась или там очень мощным уже ресторатором, как это было в Луганске и в Донецке, и в Мариуполе. Это ребята, у которых было к моменту покупки мафии больше 10 ресторанов. У них была калварня своя, они купили мафию. В Луганске ее открыли, через год вернули 70% инвестиций. Приняли для себя решение, что они открывают Донецк, Мариуполь и Макеевку. Если говорить, например, еще об этом формате, ее покупают владельцы недвижимости. Например, Черниговская мафия у нас лучшая мафия в стране. Ну, наша Черниговская мафия лучшая мафия в стране. Звучит, ну ладно, окей. Она открыта владельцами торгового центра ЦУМа. Владельцы Черниговского ЦУМа купили франшизу. Мы открыли там вестеснильный ресторан. Чтобы их можно было официально называть мафиози. И вот формат, когда мафия становится центральным рестораном города, вот я даже думал, что это позиционирование такое. Потому что в центре Полтавы, потому что в центре Чернигова. Так кто это покупает сейчас? То есть рынок разменился за 10 лет? Ресторатор, ну группа рестораторов. Девелопер, бывший банкир. Потом в Кропивницком это владельцы сети большой недорогой одежды. В Одессе это ребята, у которых был там свой импорт. И они продавали оптом электронику на 7-м километре. Ну, в общем, достаточно разнообразная публика. Это, как правило, это люди, у которых все-таки не было ресторанного опыта. И их вдохновляло то, что мы под ключ все делаем. Ну, то есть мы не только помогали им открыть с точки зрения проектного менеджмента ресторан, а мы, по сути, его сопровождали как минимум 3 года ежемесячными аудитами, приемами пианделей, ну вот прокачкой всех скиллов всей команды. То есть мы там передали все свои софты, начиная от ERP-системы, заканчивая CRM-кой нашей. Мы их учили делать доставку. И вот такое сопровождение, оно позволяло, в общем-то, там за 2-3 года, при больших инвестициях, возвращать эти инвестиции и становиться вот рестораном. Стоимость на квадрат больше 1000 долларов? Тысяча. Смотри, было, стало, это разные истории. Ну, то есть... Ну, ладно, так, было, окей, сейчас 1000 долларов. Мы хотим... Сейчас у нас есть проект, в котором мы там 1 августа начинаем работать. Через 3 месяца максимум мы его откроем. Я вчера подписал бюджет на 1000... На миллион 500 гривен. Это будет для магазина, ресторана площадью 150 метров. То есть это полноценная кухня. 1500 долларов, 1150, да? Или сколько? 1000? Миллион 150, да? Миллион 150 разделить на 150. 300 долларов? Да. То есть, но это совсем другое. Здесь все-таки, вот здесь 700 квадратов, 1000, то есть это ресторан стоил 700. Это ресторан и ресторан, да. Да, окей. Мы будем использовать большую часть оборудования, которое было после закрытия одного из ресторанов наших на Подоле. Вот здесь, поэтому 300. Да. Поэтому 300, если бы с оборудованием, это было бы 400. Но это все равно довольно доступно. Это вот сейчас то, во что вас вынуждает трансформироваться рынок, стать магазином еще. То есть хочется петь караоке, но люди хотят магазин, зашел быстро купил. Дело в том, что караоке нужен один в районе или один в два района. Для того, чтобы делать ресторан, нужна точно хорошая летняя площадка большая, удобная парковка, какая-то рекреация, ну там много зелени, да, и отсутствие там, не знаю, трассы или стройки рядом, да. И таких мест все меньше и меньше становится. А для того, чтобы делать большую доставку, доставка хорошо работает, если она привозится за 45 минут. То есть если ты возишь больше, чем за 45, тебя нет на рынке. Потому что есть Глова, который быстрее делает, там, ракета и так далее. Поэтому магазин-ресторан это место для доставки и для магазина у дома. Когда ты идешь домой, ты можешь забрать с собой то, что приготовлено или здесь и сейчас, или там упаковано как салат, там, сэндвич или полуфабрикат, который там, ну, быстро приготовится и станет едой после того, как ты придешь домой. А сейчас, кстати, какой все-таки процент доставки в бюджете ресторана? Порядка 40, если все вместе брать. Ну, то есть вот из 100, там, тысяч продаж, 40 будет доставка. В этом, при этом 30 это наша и 10 это все агрегаторы. Я хотел еще, обязательно об этом надо сказать, мне кажется, потому что вот многие, там, воспринимают, мафия это ресторан. Ну, как бы, ребята, там, наверняка, очень хорошо понимают, там, в кухне и так далее. Но у вас есть еще одна экспертиза, которую не все знают, может быть, ну, в таком виде. Это то, что вы очень хорошо разобрались с диджитал, с маркетингом и ваши позиции, там, довольно сильные. Можешь немножко об этом рассказать, как вы к этому шли? У вас там своя команда? Какие у вас там достижения, кто вы там, номер, кто вы там, где? Мы в выдаче сейчас в тройке. Год назад мы были номер один. Вот как раз во время пандемии мы во время того, когда все начали сокращать бюджеты, мы, наоборот, их увеличили. Это по запросам вашим целевым, да, там, типа, доставка пиццы? Пицца, суши, да. Ну, и мы держались первыми больше года, наверное. Сейчас нас обогнали два интересных формата. Одни просто построили очень большую сеть, незаметно, суши-мастер. Так, да. И очень сильно сейчас тратят деньги в Сильпо. Это временная история. В Сильпо? В Сильпо ресторан тратит очень большие деньги и становится номер один, ну, или номер два сейчас. Все, это же Dark Kitchen. Да, поэтому... Никого не ждут. Все под охраной. Под двойной причем, я смотрю. Ребята, мы находимся в новом формате работы ресторанов, мафия и общей сети. Это Dark Kitchen, на котором производится та же продукция, правильно? Да, абсолютно. Наше основное меню. Причем здесь меню сразу трех ресторанов. Здесь меню делается мафия. Мафия, каста и что? Мафия, каста и что-то вы для Джоджи делаете, да? Вот, на самом деле, ну, Dark Kitchen по законам жанра может быть восемь кухонь на одной кухне. И так устроены Dark Kitchen, например, агрегаторов. Вот, это наш, по сути, там третий, наверное, в жизни эксперимент. То есть мы Dark Kitchen сделали первый раз в Харькове, я думаю, что где-то в году, там, типа, там, 13-м или 14-м. И что там, ну, понятно, что рынок был не готов, но, да? Рынок был не готов, и мы были не готовы. И самое главное, знаешь, готовность, неготовность рынка, она определяется временем, сколько человек готов ждать. Вот мы почему здесь открылись, потому что у нас было два ресторана. Это Асакарки, друзья. Асакарки Харьковские. Вот один на Харьковском, другой на Асакарках. Но на Асакарках был, на Позняках, у нас был огромный ресторан, там было 700 метров. И там был миллион заказов, ну, то есть, вот, выручка миллиона доставку, и совсем мало в самом ресторане. Потому что он через какое-то время существования, как ресторан, начал сильно терять из-за того, что весь его фасад был застроен секонд-хендами, секс-шопами и прочими разными. Которые не вызывали аппетит. Да, да, да. И этот район даже у местных жителей назывался секонд. И поэтому туда там не сильно хотелось. Репутация так сильно. Да, и мы, по сути, вынуждены были переехать, оставив этот зал. И он до сих пор там не ресторан. Там попытка, люди сдают офисы там по 5 долларов. Это такой не очень удачный центр, сильвер-бриз. Вот. А dark kitchen – это место, где есть только кухня. И есть огромный зал, который выглядит, как там 70 тысяч живущих здесь людей. 70 или 100 тысяч. А-а, я начал уже думать, вы какой-то зал здесь не называли. Это большой очень дом, высокий. На первом этаже, ну, даже получается, в подвале, который у вас здесь находится, аренда супер ниже, чем в любом ресторане, да? Да, она не самая низкая, и нужно искать аренду ниже было бы. Но нам хотелось экспериментировать. И самое главное, что здесь до нас тоже была кухня. Кто-то попробовал это делать во время или до пандемии, но у него не очень получилось. И мы уже заезжали, по сути, в помещение, в котором были вытяжки, электричество, инженерные сети. Это всегда большие инвестиции. Мне кажется, таких ребят довольно много. Я к тому, что вот, когда будет развиваться эта сеть по франшизе, вашим партнерам будет проще находить места, потому что вот этих вот, ну, не будем называть их неудачников, но ребят, которых там не получилось, их довольно много. Потому что вытяжки, насколько я знаю, это довольно существенная затрата. Особенно, если ты же в 16-этажном доме в каком-нибудь, да? Или там проложить там 50 или 70 киловатт электричества, тоже непросто. Очень непросто тебе получать заказы, если тебя просто не существует. Ну, в смысле, ну, как тебя зовут? Ну, ты там какая-то там рыбка или какой-то там… Ну, ты международишь, что бренд суперлажа, да? Да, да. Ну, конечно, конечно. Бренд приложения, которому уже сказали, что вы там в топ-3. У «Мафии» больше 450 тысяч посещений в месяц. И он там в национальном рейтинге тоже где-то там первый, второй, третий. То есть есть монопродуктовые ребята, там, «Деминос» или «Сушия», у которых в своих категориях выше… Позиции. Позиции, да. Но за счет… Ну, когда мы говорим о смешанном формате, когда и суши, и пицца в одном месте, то мы в стране все-таки одни из самых больших. Круто. Вы сейчас в каких городах ищите партнеров, в первую очередь? Мы, по сути, ищем партнеров в любом из городов, где особенно есть наше присутствие, ну, там, Днепр, Харьков и Киев. У нас в Киеве три франчайзинговых ресторана, потому что в этих городах уже мощное присутствие бренда. Ну, то есть у нас достаточно мощное давление на рынок, ну, в смысле, люди знают, видят, и мы на хороших местах. Да, но точно так же мы понимаем, как вывести бренд в топовую позицию, ну, благодаря просто национальному присутствию и в, там, Кривом Роге, и в Запорожье. Где он ждет? Во Львове в том числе, там, вот. Мы считаем, что, ну, одними из самых перспективных городов, ну, мы так и идем. То есть вот у нас сейчас Николаев открылся. Очень важно, чтобы доставка была, еще раз повторяю, за 45 минут. Поэтому Дарк возит до Дарницкого шоссе здесь, здесь и до Ливудского. Мы забираем, по сути, все осокорки, все позняки. И сейчас... Тут рой пчел, курьеры наткнулись просто, решили отметить. Наверное, так называется район, я не очень хорошо знаю. Кто с пчелок, напишите. Хотя, когда мы с Оксаной... Почему так называется? Да, да. Да, когда мы с Оксаной женились, мы из Лукьяновки, из Татарки переехали на метро Харьковская. Вот, 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 вот здесь. А потом в Харьковске поехали. Да, 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 мы как бы подготовили почву, там, поздавляемся. Мы сейчас бортничьи еще возим. Это вечная дилемма, возить в дальний район, в котором у тебя много заказов или нет. Когда курьеры во время пробки уезжают в бортничьи, они могут провести 2 часа туда-назад. То есть, в принципе, обычная кухня ресторана. Ну, она достаточно большая и комфортная, если честно. Не в каждом ресторане есть такая кухня. Но я смотрю, да. Что нужно сказать, что ДАРК нужно открывать только там, где есть очень высокая плотность населения, первое условие. Или ты можешь за 3,5, ну, вернее так, ты можешь за 15 минут доехать, например, там, охватив район, в котором живет больше 100 тысяч. То есть, ну, я о чем. Например, в городе Черкассы можно открыть один ДАРК и им захватить, там, ну, 90% города, да. Потому что пробок не так много и так далее. Я бы, например, точно, если бы хотел открывать ресторан бы и думал бы про диджитал, про рекламерс, то я бы сначала открыл бы ДАРК по франшизе. Научился бы все делать, а потом бы говорил бы о том, что давайте, может быть, ресторанчик откроем. Это, собственно, те самые байки, на которых ездит курьер? Ну, вот я сам на таком велике, проехав там 60 километров, вот вообще не устал. То есть, ну, я там ездил... Потому что педали крутить не надо? Надо, надо. А, надо? Ну, надо, чуть-чуть надо крутить, он докручивает, но просто... Ну, для меня это вообще кайф, потому что ты долго едешь, с одной стороны, с другой стороны, у тебя есть кардионагрузка. Их воруют, но мы их посередине покупаем. Мне кажется, что в районе 15 тысяч. Чего? Плюс-минус гривен. А, гривен? Да. Не всего лишь? Да, 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 да. А, ну, то есть, такие недорогие, это не как вот доуфаста, там, по 2 или, там, по 3 тысячи. Нет, нет, нет. В этом у меня смысла. Насколько его хватает? Я думаю, что его хватает на 20 километров, но, ну, снимаешь, ставишь, заряжаешь. А, вы батареи меняете, да? Да, да, да. А, прикольно. Ну, да, поэтому такая стоимость. С достаточно быстро, да. Это, в общем-то, сколько доставок? Одна? Нет, это как минимум 3 должно быть. Вообще, 3,5 километра – это идеальный радиус доставки. Ну, вернуться еще надо, 6. Да, 3 доставки получается. Да. Потом меняем батарею, в принципе, целый день ездим. Кстати, ребята, вот курьер отправляется в Добрый Путь. Куда? Далее сколько? Какой адрес? На Божна 10. На Божна 10 рядом. Что показать? Что можно? Ну, давай по цифрам. То есть, как этот бизнес вы считаете? То есть, какие показатели в этом бизнесе важны? Два ключевых параметра, которые здесь есть. Это скорость, это правда, очень важно, потому что, ну, повторные визиты… Скорость доставки одному клиенту среди? Скорость доставки одному клиента. Сколько сейчас у вас здесь? У нас здесь сейчас меньше 50 минут, и у нас здесь, ну, мы меряем так называемый МПС, но по-хорошему надо мерять две вещи еще. Бэт-ревьюс, ну, это количество плохих отзывов. По сути, это очень близко к МПС. Где? В соцсетях или в гугле или где? Каждый заказавший может оставить отзыв, и вот процент плохих отзывов, определяет… Когда вы ему перезваниваете или когда? Где он наставляет? Мы точно звоним какому-то количеству людей, и плюс мы отсылаем в Вайбере сообщение, он быстренько дает обратную связь, да. Что по доставке алкоголя? Один из агрегаторов позвонил нам и говорит, слушайте, я посмотрел на ваше меню, посмотрел, что вы ночью работаете, и даже заказал у вас бутылку там вина, по-моему, или виски, и говорит, типа, мне понравился опыт, потому что мне сразу предложили еще какую-то закуску, я там заказал, говорит, не хотите ли продавать вина больше? И оказалось, что мы, по сути, идеальный ночной магазин… Алкоглоба, да? Да. И бренд, который у нас есть сейчас вместе с Глоба, называется Mafia Drink 24. Мы растем, каждый месяц у нас удваивается количество доставок, но самое главное, что мы сделали, мы увеличили полку и глубину, то есть мы расширили ассортимент, ну, мы видим, как эта категория растет. Она будет расти точно, потому что, например, известно, что Grizzly был куплен Uber за 1 миллиард долларов, потому что они увидели, как люди любят, когда им за 60 минут привозят алкоголь. Так, по показателям важна скорость, важно количество плохих отзывов, NPS… Самое главное важна repetition rate, это история… Вот почему скорость влияет на repetition rate и bad reviews, это первого уровня показатели. Как только у тебя низкая скорость, и ты везешь больше, чем 60 минут, и когорта покупателей, которые гостей получают после 60 минут, в 2 раза реже заказывают, чем те, кто до 60 минут. Bad reviews – это когда у тебя там… Это не всегда со скоростью связано, например, недовложили вилки, или там перепутали что-то в заказе, или там что-то перевернулось или разлилось, да, и эта категория тоже реже заказывает. А чем выше у тебя repetition rate, тем меньше тебе нужно тратить денег на маркетинг, потому что в этом бизнесе ты можешь зарабатывать, только если ты помещаешься в какие-то понятные маркетинговые расходы, ну то есть там, например, не больше 10% от оборота. У нас стоимость, например, одного клика, условно говоря, там 50 гривен нового, но мы знаем… Клика или клиента? Клиент дороже, потому что, ну, конверсия все-таки… У нас достаточно высокая конверсия, у нас конверсия 10%. То есть вам 500 гривен стоит клиент? Новый – да, и поэтому важно, какая у него продолжительность жизни, сколько раз он закажет еще раз. Сколько в среднем? Ну, смотри, в принципе, наши живут больше года, мы видим, и… Звучит так себе. А потом тот самый роковой заказ. Смотри, у всех есть ограниченный срок жизни, да? Ну, понятно, что они переходят на что-то другое, бегают, прыгают и так далее. Да, 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 и мы их там теряем, потом опять находим, но частота заказа вообще важна. То есть у нас… В течение года он каждый день заказывал? Спасибо. Чаще раза в месяц это считается неплохо. Ага, раза в месяц? Да. Ну, потому что есть большое количество предложений. А какие инвестиции в Dark Kitchen? В Dark Kitchen 50 тысяч долларов – это вот если… средней степени готовности инженерной сети. То есть все-таки есть вытяжка, наверное, какая-то? Ну, какая-то есть вытяжка. Может, она не быть идеальной, тебе надо будет что-то доставить, но это не то же самое, что тебе надо заново трубу протащить, да? И Dark Kitchen способен зарабатывать в районе 5 тысяч долларов в месяц. То есть окупаемость до года? Окупаемость до года, мы к этому стремимся. Но очень важно, чтобы район был насыщенным достаточно. Ага. И все-таки, чтобы бренд или бренды были хоть как-то известны на территории. Ну, да. Dark Kitchen – хороший старт, но не идеальный. Вот мы сейчас готовим идеальную, там, в следующей серии можем показать. Это когда мы делаем Dark на там 70-100 метров и 50 метров место для приема заказа, для небольшого там посиделок небольших, чтобы он был заметен и виден. Потому что все-таки наличие оффлайна, вывески, возможности прийти сильно повышает доверие и узнаваемость. 50 тысяч и такая площадь примерно? Это в районе 200 метров. 200 метров. А если это будет посадка и фасад? Ну, тут, по-моему, нету 200 метров. Меньше? Тут есть какое-то количество лишних подсобных помещений, но они сдавались целиком, да. Можно обойтись. По-хорошему лучше поместиться до 150, даже до 100 метров и заплатить аренду там в полтора раза меньше, чем мы платим. Мы тут платим 70 тысяч и я считаю, что это предельно высокая аренда, которая выше. Точка безубыточности Dark Kitchen находится в пределах от миллиона до миллиона двести. Меньше миллиона двести, ну, меньше миллиона… Оборотно? Да. Окей, так, а с посадочкой так все-таки инвестиции какие? Сколько они будут выше? Зависит от того, насколько большой будет зал, потому что нужна другая вентиляция. То есть в два раза? Нет. Ну, вот еще раз, мы пытаемся поместиться сейчас до двух миллионов гривен. Ну, с посадкой, даже с какой-то летней площадкой. То есть 65, да? Да, да, да. Ну, там экономика будет в районе двух миллионов. Оборот. Да, два миллиона дадут возможность зарабатывать приблизительно там, ну, в районе двухсот тысяч. Может быть, сто пятьдесят, может быть… Те же здесь месяцев? Ну, да. Ну, безоблачнее. То есть, получается, ты как будто работаешь в двух сегментах сразу? Да. Даркитчин работает, понятное дело, и в карантин тоже, так же, как и не в карантин. На даркитчин, так же, как и на всю доставку, гораздо больше влияет сезонность, чем наличие отсутствия карантина. Да, в карантин чуть больше растет, но и, собственно, все рестораны мафии просто больше растут в карантин на доставку и совершенно останавливаются в офлане. Мы еще думаем, что вот этот формат магазин-ресторан с зальчиком – это в том числе возможность… Вот мы пытаемся, знаешь, мы любим вот это вот инновационно-франкенштейнство. То есть, объединить плохо объединяемое… Как в свое время была пицца с суши. Смотри, ну а сегодня же мы видим, что те, кто вот это собирает, там, под одной крышей много форматов и замешивает их, наоборот, это, там, типа, красавчики, да, там, типа, парни, которые сделали калифорнийские суши, там, и так далее, или, там, буклинскую пиццу. Мы хотим в ресторане с маленьким зальчиком, в Dark Kitchen плюс маленький зальчик, попробовать сделать витрину, на которой будет Ready to Cook, Ready to Eat. Потому что, например, недавно один из крупных ритейлеров заказал у нас салаты, и мы думали, что это будет 100-200 салатов в неделю, там, мы сегодня больше тысячи в неделю готовим салатов для этого ритейлера, для сети. Это всего в трех магазинах, но вот мы больше тысячи продаем уже раз в неделю поставка. Мы делаем их на своей фабрике, ну, то есть они там Ready to Eat, и мы понимаем, что чем дальше, тем ценнее время, и не только потому что люди заняты, они хотят посидеть там в Фейсбуке, или они хотят там на сапе покататься, или с детьми поиграть. И время имеет ценность не только потому что за него много платят, а потому что есть другие альтернативные возможности его использования. И поэтому все больше и больше людей будет приходить, брать еду, кушать, и никто не хочет готовить. И это хорошая новость для нас, ну, в том числе, например, что мы еще заметили, знаешь, у Dark Kitchen или у такого магазина-ресторана еще одна будет возможность. К нам сегодня пришел заказ на 200 обедов в день для предприятия, которое находится там в десяти километрах от нас на Бориспольской трассе. Они говорят, у нас есть линия раздачи, но мы вообще не хотим связываться с закупками, с инвентаризациями, с готовками, с карточками технологий. И это делается здесь? Мы готовим сейчас для них предложения, ну, по сути, мы готовы с ними работать. Более того, по иронии судьбы, это один из наших ключевых поставщиков. Он вам поставляет продукцию, чтобы вы делали для него обеды? Он нам поставляет часть продукции нашей, один из ключевых, да, там, ну, просто у него узкая специализация, но этот продукт для нас важен, это лосось, да? Это один из самых крупных украинских поставщиков лососев, их всего три на самом деле. И у них здесь большое предприятие, днем нагрузка на Dark Kitchen не очень высокая, поэтому мы с удовольствием приготовим обеды. А вечером у нас будет вот запара, потому что мы будем готовить, ну, там, то, что люди хотят. Еду здесь? Да. Для жильцов? Да, да. А, слушай, какие сейчас исследования, показывающие, как много людей отказались уже готовить в Украине именно, в мире понятно там? Смотри, у меня есть только опыт, ну, условно говоря, моей семьи и опыт, например, там, ну, я там со своими менеджерами периодически говорю или там со своей тещей, но я тебе расскажу про тещу. Это тоже показательно, потому что… И будет приятно. Да, да, да. Нине Петровне, ну, сколько-то лет, она уже взрослая женщина, и всегда мы просили, чтобы она приготовила для нас там, ну, раз там, условно говоря, может быть, в месяц или раз, два раза в месяц, там, беточки там или там варенички, там, котлеты. Дети обожают, я тоже подъедаю, вот. Это самые, может быть, лучшие котлеты из тех, которые доступны сейчас мне, вот. И тут недавно мы забираем у тещи этот заказ наш, и там голубцы лежат, и мы пробуем голубцы, и Оксана говорит, слушай, я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, это не мамины голубцы. Я говорю, ну, позвони, узнай. Мы звоним маме, и мама говорит, ну, да, есть такое, купила в балованной, в Гале балованной. Ну, понимаешь, то есть, ну, все, ну, как бы, теорема доказана, то есть, ну, потому что, наверное, Нина Петровна себе посчитала, что, когда она начнет готовить эти голубцы, то она там не сможет пойти там на улицу прогуляться со своим мужем, нашим тестем там, или посидеть в Ютубе, потому что она уже любит Ютуб. И написать в соцсетях, и лайкнуть свою красивую дочь в сториз. Ну, все. Все, ребята, интеграция внутренне. Скажи, когда твоя супруга последний раз готовила прям вот цикл? Да, да, у нас такая же абсолютная история. Мы покупаем заморозком, мы покупаем ready to cook и ready to eat. И тебя это напрягает? Я и говорю, не занимайся. Я не хочу, чтобы ты тратила время на вот это вот бесплатно. Да, да. Часы возле плиты, это просто бред. Так, а еще кроме часов возле плиты, девочки же хорошо сейчас хотят выглядеть и пахнуть, и когда она приготовит, ей потом надо еще час, ну там, отмываться, там, укладываться. Ну, блин, ну зачем? Ну, да, да, да. Лучше мы посидим, там, кино пошли. Уже несколько лет, мы еще задолго до пандемии, мы, в общем-то, переходим. Это чувствует все. Просто сейчас способствует все, индустрия начинает быстро развиваться, и мы только рады от этого. Раньше можно, там, пару мест, где можно было это покупать, сейчас просто куча онлайн-сервисов, и это круто. Так, по цифрам мы, в принципе, все сказали основные, да? Да, я просто хотел сказать, что мы, когда разговариваем с партнерами, то у партнеров есть, ну вот, не просто наши технологические карты, потому что это не секрет вообще. Конечно. Ты можешь смотреть отчетов, можешь смотреть три, можешь смотреть пять, но у тебя, знаешь, недавно мы начали говорить, ну, буквально, там, не знаю, позавчера. Сидим на совещании, директор по маркетингу говорит, смотрите, у нас там появилось большее количество отрицательных оценок, и у нас упал МПС. Я такой, о боже, какой кошмар, что происходит? Ну, а там операционные наши ребята говорят, ну, так вот, смотрите же, дефицит людей, все уехали в Одессу, там, все уехали отдыхать. Да, я имею в виду, знаешь, что, ну, правда, очень сложно найти сейчас и укомплектовать штат на сто процентов, и это приводит к тому, что снижается скорость выдачи, потому что, ну, один повар там делает это не так быстро, как два, да, там, ну, и когда есть запас, или то же самое с курьерами нашими, да? Ну, они сейчас на расхват, и в том числе они хотят отдохнуть, поэтому их не хватает. И я такой говорю, слушайте, так это же каждый год происходит? Мне говорят, да. Я говорю, а почему сейчас так неприятно это все? А мне марк дир говорит, а мы просто раньше это не видели вот нажатием одной кнопки. Ну, это, знаешь, это как, а стало в мире больше катастроф? Ну, аварий там или извержений? Нет. Нет. Ну, просто мы начали это быстро видеть, ну, то есть, потому что везде парни с камерами, с телефонами. В реальном времени. Да, в реальном времени все видно. Мы видим, как у рестораторов получается лучше, чем не у рестораторов. Мы думали, что легко научить человека с нуля, это правда, они с открытыми глазами смотрят на тебя и учатся, но точно так же каждому не ресторатору, который стал франчези, хочется сделать свой шаг и сделать свой бренд. И это, ну, такая, ну, как бы, не то, что беда, но это приводит, если он не открывает рядом в соседнем помещении ресторан под своим брендом, и у него расфокусируется внимание от твоего, то он может в твоем ресторане потом открыть. А, ну, наш договор не такой, что мы можем легко это запретить. Можем, но это достаточно тягомотная история. Поэтому, если ресторан уже пришел к нам и идет с нами, то мы понимаем, что у него вот этот момент, а я попробую что-то свое. Он уже попробовал. Он уже попробовал, да. Или другую франшизу он попробовал. Мы не хотим открывать это на деньги, условно говоря, там, ну, коррупционные. Мы не то, чтобы можем это проверить, но мы понимаем просто, что если человек не готов сам активно участвовать в операционном управлении бизнесом, а говорит, вот я там, ну, вот этой девочке или этому мальчику дам возможность это делать на мои деньги, но мы скорее не пойдем. Потому что это плохо всегда заканчивается. Мы любим партнеров, у которых есть их недвижимость, потому что это игра в долгую. И для них это повышение, там, капитализация, в том числе недвижимости, плюс они операционно занимаются. Для нас это гарантия стабильности, потому что, например, у нас был шикарный партнер в Виннице, но там торговый центр был куплен другим инвестором, и инвестор принял решение, там, удалить здесь вообще рестораны и поставить здесь фэшн, ритейл, и все. На этом закончилось. Хотя Винница очень крутой город. Ну, примерно такая история. Нам точно нужны парни, которые дружат с цифрами, потому что, ну, там, типа, иногда тебе приходится... Да, да, да. Иногда тебе приходится рассказывать, там, ну, что такое дроби, знаешь, или проценты. Я не шучу. И это грустно, ну, потому что, в принципе, сейчас... Дроби – это не то, что на барабанах отбивается, да? Понимаешь? А когда... Ну, то есть, если мы сейчас уроки про проценты читаем, то когда мы дойдем до repetition rate, или когда мы дойдем до конверсии... Придется опять на курс английского. Ну, да, да. Мы сами недавно это выучили. Repetition rate. Всего два года назад, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!